Добрый вечер Сейчас вот у нас первое отделение и, собственно, сегодня у нас немножко неформатный вечер, сразу заявляю, а именно первое отделение, оно еще немножко будет как-то придерживаться формата ТВ-поэзии. Будем чуть-чуть обсуждать, чуть-чуть, но так мягко, сегодня мягко будем обсуждать поступающих, но только сегодня. А потом второе отделение, будет приглашен у нас поэт Арчет, вот он победитель премии послушателей имени Велимира Хлёдникова «Триумфов ряд», его именем названа улица поселка Малый Петербург. Катя, можно вас на минуточку? Можно. Вот Катя Куликовская. Что-то я. Да. Выходите. У меня вопрос, Катя, к вам. Да. Вот вы бы хотели, чтобы вашим именем была названа улица? Ну, я бы хотела писать хорошие стихи. Ну ладно, говорите честно. Да я не тщеславная просто. Хорошо, а есть зая, кто хотел бы, кого бы, чьим бы именем, чтобы назвали улицу? Поэты есть? А? Ну-ка идите сюда. Ну идите, руку подняли, так идите сюда. А он не поэт. А он хочет. Есть поэты? Неужели никого нет? Что потом? Нет, мы не прижились. Посмели все. Ну, я понимаю. Но у нас как бы в шорт-листе и было. Андрей Чиев, у нас было присовано 50 авторов со всей страны зарядки прислали. В лонг-лист, длинный лист был отобран. 30 авторов. Из этих 30 авторов в шорт-лист попали только 12. Это вот к вашему посту в ЖЖ, что вы написали. 12 авторов были, Антипенко своих позвал, а они и выступили. Это неправда. Неверная информация. Ну, неважно. Так ты судил-то шорт-лист. Ты вообще премии, знаешь, сколько премий? Ты шорт-лист судил. Я и написал шорт-лист. Ну, нет, ты написал. Из 12 по всей премии, а там так и поняли люди. Ну, ладно, неважно. Люди не верну поняли, я так написал. А? Я написал, что я, как и с ней в жюри, судил 12 подборов. Ну, понятно. Ну, хорошо, ладно. В общем-то. А чего, Катя, вы ушли? Я не знаю. Так а вот ваше место здесь? Хорошо. Катя Куликовская. Пожалуйста. Здравствуйте. Я бы хотела прочитать стихотворение, которое называется «Интересно». Стихотворение будет о любви. Кто? Проект злой, все-таки вредный. Давайте договоримся сразу. У нас стихи не читают. У нас исполняют ярко, талантливо и интересно. Читают в библиотеке. Катя Куликовская. Больше не будет «если», больше не будет «посли». Я тебе, интересно? Спрашиваю я звезды. Наверняка впустую. Те нифига не знают. И для тебя живу ли? И для тебя живая? Знаешь ли, сколько крови льется к тебе по венам? Я тебе это новое? Крикнула я вселенной. Если же нет, по сути, прямо скажи, услышу. Когда меня не будет, улицы станут тише. Спасибо! Ну и что, все? Это было первое стихотворение. Первое стихотворение. Хорошо, а я вам вновь взял. Вы хотите услышать второе стихотворение Кати Куликовской? Да! Кто за? Поднимите руку. Ну пока зал за. Пожалуйста. Погаснут звезды, но зажгут мои стихи Опять и вновь. И снова выбросятся в кровь, И снова выбросятся в кровь. Как свечи яркие из тьмы, Они меня зовут вперед. Но осторожно обожжет, Но осторожно обожжет. Я ведь не знаю, кто они, Откуда дикие пришли, Зачем запрятались в ночи, За что так презирают дни? Я их боюсь. Таятся там, они как ужасы в углах, А им совсем не в этом страх, А им совсем не в этом страх. И вот, смотрите, я иду, И я их все с собой несу, Как дарь, как вызов, как судьбу, Как надпись звездную волгу, Болезненном ночном бреду. Зову их, только их зову. Но будут звезды, Их зажгут мои стихи Опять и вновь, Как никогда ложатся в кровь, Как никогда не хватит слов, Как свечи яркие из тьмы. Они зовут меня, зовут, Я точно знаю, обожгут. Но строчка, дайте пять минут. Все. Подождите, у меня вопрос к залу. Скажите, пожалуйста, Вы считаете это великой, гениальной поэзией, Господин зал? Кто за, поднимите руки, пожалуйста. Не одного человека. Хорошо, кто считает, что это, ну, талантливая девочка написала стихи? Поднимите руку. Уже побольше людей. А кто просто, кому просто понравилось выступление Кати Куликовской? Можете руку поднять? Ну, вот, Катя, Вы видите, да? Вот на будущее... Ну, как-то совсем плохо. На будущее, да? Давайте так, либо готовьтесь. Не надо мне говорить. Вы не готовились сегодня. Готовились? Перед зеркалом репетировали, сами себя пытались, это самое, как это, заворожить собственным видом в зеркале. Делали так? Нет, все, уходите со стороны. Катя, вы можете? Ну, спасибо вам за стихи, да. Спасибо, спасибо. И дальше я сейчас разведу обсуждение ваших стихов, и окажется, что ваши стихи искренние, вы стоите, ну, как бы, они вот тексты вашей души, такие личные записи, но к поэзии это вообще может мало иметь отношения. Например, Андрей, ты бы согласен, нет? Да. Да, сказал Андрей. Вот у нас зонный проект, понимаете? Вот если бы вы здесь полетали на воздушном шаре, никто бы даже и не заметил, потому что есть понятие текст сценарий для выступления. В данном случае, вот в проектах театра поэтов послушайте, я всегда говорю, стихи являются текстом сценария. И слушать, сюда приходить великих поэтов не надо, сюда надо приходить и получать впечатление от того, что здесь происходит в целом. Может быть, у кого-то сильнее стихи, у кого-то слабее, но дело не в слабости, а в порыве, и как этот человек все преподносит. Вот хочу позвать сюда Тимофея Григорьева, пока он идет. Вот Андрей, по поводу премии. Вот смотри, 100 тысяч человек пишут стихи, да? Дело в том, что я президент премии послушки имени Григорьева, я крутой. Вот. И, собственно, я и придумал эту историю, и с улицей, и так далее. Вот скажи, Андрей, 100 тысяч человек пишут стихи, 10 тысяч эти стихи выкладывают, ну, скажем так, в интернете, 500 выступают со своими стихами, и только 50 сами устраивают акции, вот как я сейчас. Понимаешь? Поэтому вот такой отбор, понимаешь? Ну, хорошо. Пожалуйста, Тимофей Григорьев. Духа, ребята, не надо умирать! Не надо! Денствуйте! Вы вышли на сцену! Время идет! Время идет здесь, на сцене, сейчас я буду сам читать. Здесь площади лягчатся циркули, здесь улицы витринами дразнят. Разину в шатер изумительных цирков кричит обезумевший праздник. Прошу вас, возьмите, где вы найдете еще такой? Смотрите, каждый квадратик пола, я вычистил праздничной щеточкой. Сквозь вас замочный взгляд не пролазит. Это он нарушено у него крыщ забыл, а я бы гвоздем нацарапал на глазе. «Я здесь был». Это стихиотворение Андрея Миронова. Давайте остановимся. Выскажите, не сюда, будьте логичны. Тимофей Григорьев. Мы построили башню, мы добрались до неба. Наши лестницы вьются, змеями вверх по камням. И творения наши людям дороже хлеба. Солнце жаркое влюблено, скрыто за башней славной. Нашу лечь отнимают на середине стройки. Чужеземцами стали братья одноутробные. Наш рассудок у края нам на душе так горько, Что причиной печали стали мы страшной скорбой. Но смогли завершить, мы сделали башню стойкой. Ее шпиль разорвал ввысь камень от света неба. Но прервались все ритмы, смолкли наш снег до толки. Мы не мы, только держись, как бы отчаян не был. Мы построили башню, мы добрались до неба. Наши лестницы вьются, змеями вверх по камням. Но никто здесь не пляшет. Где найти слово и дело? Между людьми связь вернуться. Общий язык раздавлен. Стихи, что металл спаянт с плоти, Что борются яростно друг друга против. Разум и чувство в кружении безмолвом, С тихим сиянием туманом подобным. Кровь омывает машинное масло, Пружины окрасятся пламенной красным. Может застынет железная жидкость, Может и кровь станет приторно липкой, Может быть ржавче на вкусе металла, Может и гниль уже плоти вкушала. Нервный комок из любви и железа. Разум и чувство, как шик и аскеза. Может и сторнуть их было бы проще, Забыть не случайно в покинутой роще, Но хочется муки. Мы, как музыхисты, себя распаляем В надежде на риск. Спасибо. Пожди, постарайтесь в этом пространстве. И вообще все поэты, Вот сюда, вот сюда сдвинься, пожалуйста. Не махай голову, а сюда сдвинься. Вот здесь. Возьми этот микрофон, другой. Ничего страшного. Спасибо. Уже технология пошла. Старайтесь, господа, вот в этом пространстве. Вот здесь, ну то сдвинься ты. Трем потом. Спасибо. Нервные ведущие. Жаль иллюзии жалюзи. Не прячься в тень, иди на свет. Ведерон, вошь, тебя снимают. Жаль иллюзии жалюзи. Жаль, что они... Жаль иллюзии жалюзи. Жаль, что истлеют они пред реальности, Что они лишь бумага, не сталь, Пусть дают опрокинуться в крайности. Жаль, в пожар раздражающий гай, Не сгниет, так и сжалится заживо Предрассудков и брошенных дар. Даже пепел его, в гаже грязи он, Плеск, холодный и мерзвенный блеск, Омывает, и комната полнится загнивающей влагой. Порез на обоих сочицей в горности. Из-за ком копы смоет вода. За окном появилась действительность. Чтобы видеть, потратил года. Но окно закрывается листьями. Спасибо, Тимофея и Григория! Еще что-то поделать? Ребята, давайте так, договоримся. Нет, сейчас я же говорю немножко иначе. Господа, Тимофей, спасибо тебе за стихи, За то, что ты их сочинил. Хорошо, кто считает Тимофея и Григория Великим поэтом, гениальным? Поднимите руки. Да, он такой дурацкий. Ой, раз, есть, нашелся один человек. Два. Вот уже два в зале есть. Это, наверное, твои люди, да? Все. Ну, хорошо, наверное. Хорошо. Ребята, давайте так. Здесь не лидо, не концерт, где выступают из дома престарелых, да? Поэтому, если вот кто сюда пришел, опубликовывать просто стихи, читать не надо. Тогда лучше из списка не читайте. Почти к вам это, почти. Но не совсем. Давайте еще один стих. Внимание, пассажиры! Двери будут закрыты. Двери будут закрыты. Не входим по одному. Внимание, пассажиры! Что бросили, подберите. Что бросили, подберите. Иначе пойдем ко дну. Внимание, пассажиры! Держитесь крепче за плечи. Держитесь крепче за плечи, стоящих в соседнем ряду. Внимание, пассажиры! Ответственность за увечья, ответственность за увечья вы несете. Имейте в виду. Внимание, пассажиры! Мы прибываем на место. Мы прибываем на место. И лучше в проходе не стоит. Внимание, пассажиры! На выход парами вместе. На выход парами вместе. И руки за головой. Спасибо! У меня только последний вопрос. Есть какие-то, может быть, у кого-то есть какой-то вопрос к Тимофею? Вот так у нас сегодня встреча. У меня есть вопрос. Да, пожалуйста. Я запомню строчку. Может быть, ржавчина вкусит металлу? Может быть, что? Ржавчина. Ржавчина. Вкусит металлу. Вкусит метану? Металлу. Металлу. Ну и что? Это образная строчка. Это образная? Ну, в общем-то, да. Но не только. А скажите, пожалуйста, как правильно? Вкусит или вкусит? Так, это я тебе отвечу. В поэзии, возможно, меняйте туда-сюда. Особенно вот во вкусит и вкусит. Ну, хорошо. Так это в поэзии. А, есть вопросы к поэзии? Иди сюда. Сергей Гмельберг. Выходи. Ну, быстрее выходи. Почему ты едешь? Ну, выйди, Сереж. Аргументируй. А то крикнул там. Давай. Я не могу, к сожалению, аргументировать, потому что до меня просто не дошло то, что читалось. Вот я пришел, хотел что-то услышать, но я не знаю. А вот по первой девушке. Я ее не застал. А, хорошо. Может, ты сюда, ты куда ушел? Надо же. Нет, что вы. Тебя не услышали. Ну, может быть, плохо слушали. Может быть, просто не то, что хотели услышать. А может быть, просто сам стихи пишешь и сегодня будешь выступать. Кстати, давай вот сейчас ты сейчас. Спасибо. Тимофей Григорьев. После Сергея Гмельберга приготовьтесь Елены Французовой, пожалуйста. А сейчас вот мы посмотрим поэзию. Сергей Гмельберга приготовьтесь Елены Французовой. И хочу прочитать стихотворение действительно про театр. Вот оно, ну, несколько дней назад написано. Где ты, мой милый театр, не уставший от прошлой пыли? Шляпу надев с подвоем, с подбоем клоун мораль прочтет. Его едет в желтом автомобиле, скрестятся шпаги атлет, Барьер сцене подкову гнет. Но почему нельзя, растворяясь в монологе, Больше стать орлекином, звенеть, как смех? Путаясь в старые тряпки, красные тоги, Фляги выбрасывать сальто. Все вверх, все вверх. Где ты, мой милый театр, в котором я был освистан? Пряный графский объедок, вымазавший в парик Тысяча моих смерти и сотни жизней. А где ты, красное благо, заворотник? Где ты, мой милый театр? Фрегат на рейде, полный бардак гримерных, Шальная блажь, призрачное свечение, Больный ветер, шок с позолотой, Шляпа, шинель, плюмаж. Больно, раскинув руки, застыть в полете, Чтобы на самом деле до самых звезд Пусто на сцене, ауры черти в зевоте, Камень их тянет в землю, душа не мед. Выгнуть, выйти бы, жахнуть спьяну Про Бармалея или под скрипку в белом уйти с земли. Театр, прощай, мой милый, я сатанею, Я начинаю жить, мой театр, судьба мне жить. Спасибо. Сергей Григорьев, подождите, вопрос. А кто-нибудь понял, о чем это стихотворение? А? О, мне аплодисменты, да? Мне аплодисменты. Маша, ты поняла, о чем стихотворение? Я понял, Володя, хорошее стихотворение. А, хорошее? Да вы хорошие литераторы здесь, собрались, Вам, конечно, нравится. Вы привыкли, когда человек стоит, И по бумажке пусть хорошо и талантливо исполняет. Это тоже человек. Но это все-таки новое стихотворение. Я обязуюсь в дальнейшем бумажки читать, но как-то несколько раз оно... Ну хорошо, Сергею еще читать стих? Нет, да. Нет? В группе по милям, что это считает, что великий поэт. А, Сергей Григорьев, великий поэт. Поднимай руки. Один. Один, есть. А вот я еще два. Между прочим. Тот же счет. Ну хорошо, Сереж, давай еще один стих. Да, Жень? Да, в продолжение темы, даже без бумажки. Это называется «Балаган». Ту же тему. Нам не стать своим ничему, Долу, городу, площадям. Все лежит по восковой тьму, По дороге желтой скользя. А наутро сцена растет Средь сиреней чужих людей. И смеются люди над ней, А шуты умирают в ней. Лишь в дороге среди лесов, Где цветы и трава поет, Неожиданно встанет конь, И полоска скрипнув замрет, Чтоб, понимая шуму дождя, Было сладостно вспоминать, Кто такой и каким был я До того, как начал играть. Спасибо. Спасибо. Вот, Серега, вот я его взял. Видишь, зал принял, вообще затих. Взял, да, взял, взял. Вот как бы сюда лучше вот зайдем выходить, Чтобы зал проникся, А не то, чтобы «Я хочу новый стих опубликовать». Ты его… Нет, Серега, ты молодец. Мы твой стих услышим. Просто ты же давно уже знаешь Субтехнологию, да? Да. Пожалуйста, Елена Французова. Кому приготовить? На ландовое море в эту баню литератский шпиль. Из-под обрывков крыш Желторозовые клубы с лангой ватой. Будет где-то висит фонарь, Или снова белая ночь, Освещающая десятки лиц, Проплывающих в сомной памяти. Сегодня луна склонилась синица, Поцеловая тоскующие окна. Луна расстроилась и испачкала Грязным светом темно-севый снег. Луна, Разорвав в клочья раздухшие щеки облака, Поцарапалась от звезды И расплакалась темнотой От удышающей жгучей темноты Своей пустоты. Бледновокая, Изнеженно жестокая, Царица-невольница, Покорившая синие сети, Приложкаешь бессонницей Опаленных надеждой, Рассмешишь наревевшихся досыта И разбудишь Мечтавших без просыпа. По дороге домой Обезбреженный беременностью Рветия разум Разбудит шорох восторгов, Путающихся под ногами Стертых прохожих, Заплутавших на скривившейся В ржавой усмешке мостовой. Через шесть часов, Отражаясь шепотим окон, Вернулись домой. Спасибо. Елена Афранирова. Вот один стих, Но зато с каким-то атмосферой. Так и правильно. Елена, мы сегодня должны обсудить чуть-чуть. Можно? Так. Ну, что скажете? Давайте сначала про выступление. Понравилось выступление? А? Ну, а какие недостатки были? Я почувствовал какие-то. Давайте достоинства. А? Давайте достоинства. А что? Что именно? Ну как же, пряжа. Больше ничего и не было. Духа пряжи. А, идите сюда. Выйдите. Сейчас. Похоже, пришел недовольный. Ну, имеется в виду. Выходите, представьте. Хорошо? Ну, хотя бы как вас зовут. Сергей. Я просто слушатель. Не поет. Вот. Ну, мне понравилось. Просто человек пришел И сценический образ свой продумал. И пряжа, конечно, тут сыграла. Очень патогеничная модель. С пряжей очень мне понравилась. Стихи. Стихи не слушал. Не услышал. Знаете, не слышал. Не слышал. Я фотограф не нашел. Понятно. Понятно. Я тут... Ну, видите, я думаю, что мы сейчас приготовили. Андрей, у вас есть что сказать? Иди сюда, пожалуйста. Выйди, пожалуйста. Чтобы тебя народ увидел. И потом себя сам увидел. Это же хорошо. Приятно всегда. Давай. Стихи эти очень трудно было мне воспринимать, потому что, хотя я и понял, что это обращение к Луне, но там было много отвлеченных общих понятий. Примерно сопровизирую. Разбуженный судорогами бытия разум очнется, чтобы понять там бредность чего-то. Такие фразы очень сложно понимать. Они не вещественны, не образны. Их трудно увидеть. А стихи это все-таки единственные мысли, звука и образы. Образная речь. Это самая важная в стихах. Вот так, если коротко. Можно? Уходи. Секунду. Ну, хорошо. А кто... Вот Андрей сказал, что это было сложно, этот образ. А есть люди, которые восприняли этот образ? А? Маша, скажи, пожалуйста, тебе было сложно то, что Андрей сказал сейчас воспринять? Ну, лично мне вот отвлеченные понятия трудновато воспринимать. Трудно. Да, но общий образ был создан достаточно так, очень симпатично. Ну, понятно. Ну, в общем, вот такие у нас странные, суббурные в этот раз мнения. Я скажу от себя. Вы четко, вы актер в каком-то смысле. Вы создаете атмосферу. А в стихах нужно было, во-первых, четче произносить. Раз. Во-вторых, нужно начинать, я не знаю что, но как-то композиционно что-то было как-то изменить. Чуть-чуть. Ну, все. Спасибо. И Андрею тоже. И это была Елена Французова. Спасибо. Вот хотел я человека обругать, но не получилось. Хорошо. Ну, кто у нас еще не боится сюда выйти? Саша Вонна. Как? Что? Чуть-чуть попозже все закончится. Знаете, что вот так вот? Давайте. У нас либо готов, либо не готов. Позже не будет. Я серьезно говорю, позже не позову. Я злой. Страшно. Спасибо. Спасибо. Саша Вонна. Что случилось? У меня должна была быть флешка. А, с музыкой? Ну, и что? Ну, так все равно она же не возникнет. Даже если ты будешь сидеть там три часа. Саша Вонна. Вначале я позволю себе небольшую уступительную речь. Я хочу сегодня представить небольшой цикл стихов, стихотворения которого были начаты в Италии во время моего недавнего в ней пребывания и закончены, собственно, в Санкт-Петербурге. Каждое стихотворение представляет собой попытку осознания этого географического опыта, попытка сделать этакие литературные слепы путешествия, в которых я побывал. Стихотворение первое. В Италии. Бедное синее море, плещущееся понапрасну, Точно слова в гортане перед тем, как выйти наружу. Редко бывает ясно, Как и солнцу перу не хватает плытья. Выходя на берег, ночью не ищешь смысла в здешнем пейзаже, Как в ванной ныло. И слова в тетради смывают числа, И даты, что волны с лица обелила. Хрустальный остров. Посвящается Абе. Тихий пустынный остров из хрусталя. Силуэта лодок, вдруг давших течь, И пропавших из виду на дне а-ля Стоит тихих рыб, услыхавших речь. Крики чая в полдень сгущают ввысь. Вереница слов планет тетрадь, Слонету площадь, десятки крыс. Неуклюжий шаг разбивает гладь. Здесь довольно волн, что помыть зрачок. Чем мотор уверят скорее веслу, Что дрожит во тьме, Как в перстах смычок, Заигравший вслух. Флоренция, элегия. Флорентийская осень на понте векью. Бас полощет кудри, Что тот дарит обнаженный торс, В отражении рек и во взглядах див. Наводнений нет, но звучит с упреком. Продавцы смакуют бумажный хруст, Ведь подобных мест обозримей слогом При участии мус. И спокойствие арно, поклон палаца, Мой синдром стендаря, Когда не знак восхищения, Мота, глупца, боятся в твоих стенах. Обитатель дна, мещанин искусства, Молодой стеревец заполярных дрязг, А края лагуны, влюбленные в русло Флорентийских глаз, Я в тени скульптур возвожу разлуку, И чернеет мрамор ей чуждых слов, И летит строка, как стрела из лука Вдоль ее домов. Спасибо. Вот, Саша, вот. Да, так стоишь, выступаешь, Не хочется слушать. Но мы в залы спросим. Ему еще стихотворение одно прочитать? Да, да, да. Нет, а жизнь, подождите, а может быть есть... А кто не хочет, поаплодируйте, пожалуйста. Поднимите руки, кто не хочет больше слышать Сашу. Ну, еще стихотворение, давай. Всего два осталось. И всего два осталось. Давай. Вот это одно большое? Вот это. Это и ничего не было. Вот это последнее. Вот оно небольшое там совсем. Венецийское кладбище. Воспоминания. Стена из бледного красного кирпича. Деревья, призраки мертвых душ. В моей же множество дыр и луж Я ступаю на твой причал, одинокий остров. В твои уста Кипарисе будто кресты в листве. И на небе горит, как фонарь звезда. Ибо здесь недоступен свет. Колумбарий из мрамора. Клумбы роз. Профиль церкви вдоль бледных стен. Да ты смерти, что пепла гость. Словно плоти тлен. На твоей земле нет ни слез, ни слов. Только скорбь среди венецийских волн. Слава Богу, нет. Отвесла следов. Ибо скорбью пол. Подожди. Нет. Не надо бесконечный час. Ни хипа, подожди. А вот у меня вопрос. Кому ты это прочитал? Это стихотворение. Вот которое ты только что прочитал. Они никому не обречены. Это такой стиль писательный, да? А ты разрешишь мне прочитать твое стихотворение, хотя бы начать? Нет, вот это, которое новое, да. Можно? Разрешаешь? Значит, стихотворение Саши Лондона исполняет Владимир Антибетко. А господин Михаил Вэйд не мешает. Да? Да? Вот камеру ты заслонил, Миша. Офигел, что ли, вообще? У нас такой, да. Называется Высший Компанию. Правильно? И-Б. И точка, Б точка. Посвящено Иосифу Брозу. А, посвящено Иосифу Брозу. Древний багровый платок из льна С кружевом улиц и с пасти льва Струя журчит спустя половека, Но рык, увы, не слышен эхо, Полощет голос, павший с уст, Что речь с пера в жилищем муз, В лагуне хоть макай перо, О, Адриатике, ребро, Славянский профиль в синей тьме, Что конь, заложенный в ерме, Вечает башню за ледо, Бушует море вечным дорами, Фасоль носи, Ларец времен утопленных колец, Дождей обрученных стопой, О, мрамор бездна голубой. Дождей у тебя тут. Да, Дождей. Дождей, Дождей. Да, а что такое Дождей? Да, это же отправительный, вне санкции. У тебя с маленькой буквы. А он может быть с маленькой буквы. А, Дождей. Ну, видишь, я, 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 не знаю, Не образованный чувак такой. Отличный. Да. Начал, не знаю, такой вот. Хорошо, как вам это стихотворение? Аплодисменты. Ага, уже больше аплодисментов. Спасибо, это был Саша Логов. Все, Саша, уйди со сцены, пожалуйста. Ты будешь потом читать. Листочек забери. На будущее, ребята, давайте здесь не устраивать читку стихов. Читайте хотя бы, если вы читаете. У меня вот есть... Саша, ты замечательно читаешь? Вот, я хотел сказать, что это было слышно. Это не слышно. Да я знаю, что... А, какой, последний, который я читал? Все. А, все. Но там какая-то монотонность возникла. Понимаешь? Как-то вот в... К тебе претензии нет. Я не спорю, монотонность была. Какой-то... Вот я когда... Скажите, вот вам понравилось, как я исполнил стихотворение? Да. Вот у тебя пока манера должна быть. Вот именно... Потом посмотришь видео, да? Вот то, что я делал. И немножко разнообразить, вот, да? Вот интернационность и так далее. А, у тебя мужика должна быть. Ну ясно. Да. Получилось. А скажи, пожалуйста, что тут нет все-таки конфликта между поэзией... Ничего. Громче говори. Нет, нет, нет. Ты там сидишь, привык у себя в лето, там, блин, как... Старый Бердун, блин, сидишь там? Давай. Слушай, Володя, я хотел тебе ответить на термичную критику. Да. Ты говоришь, что 10 человек несут свою поэзию. Но не возникает ли своеобразие... Да не несут, а устраивают акции саги. Зачем они устраивают акции плохой поэзии? Какой плохой? Ну вот скажем, что конь заложена в дерьме. Это разве... Ты про что сейчас говоришь? Про Сашу Лоббину? Сашу Лоббину. Да куда-то не хрен ей послушать. Да, а те остальные, если у них плохие стихи, они... Почему плохие? Я не считаю их стихи плохими, ты считаешь. Хорошо, вот ты сейчас говоришь, что стихи Саши Лоббину прекрасны и им аплодированы. Последний стих гениальный. Так, что конь заложена в дерьме, это хорошая стихи? В дерьме. В дерьме. Ты знаешь? Да, в дерьме. Да, а скажем... А я тебе скажу так, знаешь, Андрей, не все, всегда всем должно вот сразу... Таинство. Должна быть тайна, безусловно. Ну вот давай хотя бы одну строку. Деревья, призраки, мертвые души. Разве это хорошая стихи? Да, хорошая. О, Ганельберг говорит, да. Извините, деревья, символ жизни, символ чего-то тянущегося к свету, сравнивается... Ты же должен понимать, что есть... Хорошо, ладно, я на гениальная строка ухожу. Нет, нет, нет. Да, говори, говори, пожалуйста. Я пойду. Да, спасибо, Андрей. Про строку призраки мертвых. Ну, понравилось уже строку призраки. Да я хочу объяснить. Да, давай. Мне, правда, действительно, самому это интересно. Есть Венецио-остров. Называется он Сан-Микеле. Если вы видели, то это красная бледная стена, из-за которой выходят торсы кипарисов. У меня возникло вот, что, возможно, эти деревья могут напомнить крестов или... Это понятно. Но когда поэзия звучит, возникает то, что возникает. Я просто хотел сказать одно, что, Андрей, ты тоже должен понять, что у тебя вот свои впечатления, да? Ну, твои, Андрея Чирикова. А у Сергея Вениберга свои, а у Владимира Антименко свои. И, понимаешь, я не могу утверждать, что все, что ты, допустим, говоришь, есть истина в последней станции. Так же, как и я, а так же, как еще кто-то. А ты веришь, что есть какие-то объективные критерии? Я в данном случае сейчас придерживаюсь тех критерий, поскольку мы на сцене. Зал, зал, да? По-моему, ты и Юлия сейчас. Нет. Ну, слушай, сейчас будем устраивать длинную лекцию о том, что такое поэзия. Это все знают. И так, вернее, никто не знает. И, дорогие друзья, вот у нас есть Светлана Дерипащук. Ага, она готовится. И поэтому сюда выходит на сцену Наталья Никифорова. Дышает разум у нее в перформанс. Есть в зале Наталья Никифорова? Нет. Нету, значит, ее не будет больше сегодня. Фридрих Самотна есть в зале? Фридрих? Тоже не пришел. Хорошо. Светлана, пожалуйста, вам слово. Светлана Дерипащук. Космический пикник. Вкус у них немного острый и рассеянно далекий. Я лизнула ночью звезды, чаши с грогом. Урелось дрожание влаги, и ясней светил намеки. Жажда и наполняя баклаги и в дорогу. Мы решили, да ничего ж в космос, мимо острова Буяна. Пусть вручит секретов пропасть нам незваным. Углижа пульсаром юнца с белого листа поляны. Унося в руки мысли телеграммно. Якорь колет лед припоя. Скрежет вязк. Грохочет в брашпель. Отправление слепое в омут. Страшно? Мы сверяем ход созвездий, Слендой жизни черепашьей. Блеск сверхногок, Брязг болезней, Бешавашна. Его прибрежная роща ждет приказа. Ля Габоя. Типец риски и нетощий мы откроем. Накатился космос. Удаль галактическим прибоем И туманностью укутал с головою. Поволок, отлив, Песчинкой кувыркаем Безвоздушность. Млечный путь колол щитингой Непослушный. На окраине системы Слету дом комет Парк ушел. Впрочем, лишь царапу стену. Нет, не друшу. Я сводила фразы ветра С наслоениями лезов. Я обтирала мягким фетром Тени в просень. Вкус земли Немного пряный Океанской соли Слезы. Я искала лифмы Пиано В звездной прозе. Спасибо, Светлана, Елена Пащук. Спасибо вам. Все, спасибо. Молодец. Молодец, Светлана. Молодец. Браво. Браво. Да, да, да. Живой. Хорошо. Тогда, Сергей Феофанов, готовьтесь. Идите подключайте гитару. И, пожалуйста, Дмитрий Бацевич, Вы здесь? Давайте. Ваш выбор. Дмитрий Бацевич. Быстрее, можно идти, пожалуйста. Господа, ну вы... Как будто у нас здесь посиделки, мы будем до утрату. Гутенабан, Майдан, Хэн, Дмитрий Бацевич, Я. Прочитаю два стихотворения, как было обещано. Первое стихотворение мной написано 21 год назад вместе под названием Коктебель. Называется Роковая страсть. Я валялся на пляже, потягивал пиво и увидел девчонку белее, чем мел. Она мимо прошла, улыбаясь игриво. Я такую гиллу никогда не имел. Я вскочил и оделся и бросился следом, ни на миг не теряя ее силуэт. Устремился я к новым любовным победам, ослепленным желанием затеять мне нет. Я ее догонял, а она ускользала, появляясь то ближе, то дальше в толпе. Будто в странные игры со мной играла, будто в горы вела по кабанье тропе. Вдруг и сбух. Где она? Потерял. Оглянулся. Чей-то вкрадчивый голос услышал вдали. Словно бешеный через дорогу рванулся. Запоздало, скрипят тормоза. Жигули. В придорожной пыли передавленной всмятку. Я покрылся кровавой, смертельной росой. Лишь последняя мысль подтвердила догадку. Ты не дева, старуха с железной косой. И над телом моим перемолотым фаршем, над останком того, кто дерзить ей посмел. Смерть, смеясь, проходила торжественным маршем. Холоднее, чем лед, и билее, чем мел. Спасибо. Второе стихотворение, оно является... Сейчас сделаем. Все нормально. Господа, есть впечатление об этом стихотворении Дмитрия Бацелева? Андрей Чирик. Говори честно. Есть всегда впечатление. Да, говори. Ну иди сюда, скажи. Ну скажи здесь. У нас какой-то проект такой вот этот, мы его обсуждаем. Такие ироничные стихи должны быть короче и энергичными, не допускать слабостей типа передавленных, смятку и так далее, и так далее, а самоповторов. У меня об этом стихотворении неприятное впечатление. Мне кажется, что оно немного вкупе с кокетливой манерой исполнения отдает немножко чем-то таким пошловатым все-таки. На мой вкус. Ты его слышал, как-то, Дмитрий Дмитриевич? А есть мнение и номер? Есть. Говорите. Идите сюда, пожалуйста. Быстрее только. Быстрее, быстрее. Бегом надо бежать. Тибу Камчатский нас посетил. Давайте. В микрофон говорите, пожалуйста. В микрофон говорите, пожалуйста. Ироническая манера исполнения, вот, шваряка, да, я его третий раз слышу. Третий раз слышу. Микрофон! Так, есть, да? Да! Ярик! Так вот, ироничная манера исполнения, она, я сейчас слышу, она убирает все эти мини- и так далее, о чем они похлопали Андрея Чирикова. На самом деле, это как раз и есть вот такой, как, Салонников, как ты сказал, это называется? Ваниль. Тебе понравилось, Паша? Да. Все, спасибо. Вот так вот. Слушаем следующее. Есть мнения различные на этот счет, но что бы не думал. Этот или тот все предмет достойный обсуждения. Так говорил Лермонт. Значит, одно из последних стихотворений, написанных в этом году, в том же самом месте под названием «Корст и Бей». Про любовь. Вот она. Любовь, она любовь. Наташа Мономор называется. Стояние. Живет Наташа в Коктебеле. Да так живет, что Айнене. Она не любит только цители, предпочитает Каберне. Свободны у нее манеры. Она красива и тонка, и днем я выпил с ней мадеры, а ближе к ночи коньяка. Я с ней забыл о скуке. Наташу видно издали. Летит подобно течной суке, а вслед за ней все кобели. Что ждет кого, связавшись с нею, то ей неведомо самой, когда неясно, кто пьянее и кто кого несет домой. Но тянет нас совокупиться. Разочка три, а лучше пять. С ней не успеешь расцепиться, как тут же хочется опять. Она на голову больная, но кто бы что ни говорил, я чище девочки не знаю, ее я лично мыл и брию. И вот метла в углу пылится, не валит зелья она, ее не тянет похмелиться, в меня Наташа влюблена. Настало время объясниться. О, дочь Лилит, создание тьмы, такое не могло присниться, что на любовь способны мы. И я, я тоже потеряюсь в твоей таинственной дали, в тебе все больше растворяюсь, родная ведьма Натали. Спасибо, не уходи. Дмитрий Бацилев. Ну, а как, Андрей? Ну, это затянут. Это затянут. Ну, не ушли, судьи затянут. Ну, давайте так. Скажите, пожалуйста, вам, господин зал, уважаемый, вы готовы прийти на сольный концерт Дмитрия Бацилева? Поднимите руки. Кто? Раз, два, три. Вот, четыре, пять. Вот, смотри, я не знаю, почему, я не знаю, почему. Мне понравилось, вот, но сегодня, вот сегодня, вот этот зал, три зала ровно на половину. Ну, хорошо, завтра у меня сольный концерт в клубе Красные Листи. Выходите, где-то поднимы руки. Не пожалеете, я там еще и петь буду. Я не знаю. Спасибо. Дмитрий Бацилев. Спасибо. Значит, господа, Сергей, Феофанов, выходите, Сережа, выходите, берите стул. Я скажу так, сегодня, ну, давайте, устанавливайте вот сюда, сегодня у нас еще выступит Георгий Амартон, тоже с иронической поэзией. В прошлый раз он был таким, кочегаром, или как, как, Сережа был? Жорж, как было у тебя в прошлый раз, называлось? Ты в зале вообще? Я здесь. Ну, Кром, скажи, как называлось? От кочегара что-то там у тебя? От лица кочегара. От лица кочегара. А сегодня от кого у тебя будет? А? От меня самого. От меня самого. Ну, что-то он какой-то сегодня не несет. Нормально, нормально. Нормально, да? Ну, ладно. Евгений Зудов, приготовьтесь. Да? Потом, вы, у нас сегодня пришел гость, Владимир Панкратц, прочитает нам стихотворение. Ну, в данном случае, я даже скажу, вот если даже он просто прочитает, пусть прочитает, потому что человек просто ввели в заблуждение в каком-то смысле. Ну, я думаю, Владимир сам скажет. Ну, вот у нас такой проект. Сергей Шейкин еще, и Мариарка Протива решит. Хорошо. Итак, Сергей Феофанов называется «Радость жизни!» Так, да? Я заранее извиняюсь за качество ворота, все пламалось, порвалось в последний момент. Поэтому продолжу чувствовать. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ты сотни утром, ты расширпил мою мечту на сотни элементов. В твоих словах я помещаюсь и в строку, Мою открытым презентом. Я скоро стану сном, На веке заплеченный картинной колодке. Я скоро стану сном, На веке заплеченный картинной колодке. Мой ценик сорван уже на дно, Не сушистывающим ружьем. Теперь я вышибаю себе мозги, Вышибаю себе мозги, И оставляю вам своё последнее письмо. Пусть не остается. Не остается, как уснений, мамочка, Что заведём с бежавшей рукой. Мне остается. Пусть не остается. Пусть не остается. Серёжа, не будете обсуждать, спасибо. Сергей Капанов подарил нам песню. Вот так, сегодня. Нет, кто-то, да и так, если кто-то против и хочет жёстко что-то чё-то сказать, выходите на сцену сами и говорите. Мне надоело всех ругать. Поэтому сейчас я хочу позвать Фридриха Самотный. Фридрих Самотный на сцену. И после этого Лада Королёва. Королёва, да? Потом Евгений Журицкий. Фридрих Самотный. Выходите, пожалуйста. Здравствуйте. Да, я обещал сегодня лекцию про счастье. Фридрих единственный человек, которому я позволяю открыться в бумажках. Вы поймёте, почему, когда он сейчас начнёт исполнить. Вы говорите, что... Ну всё, первый стих там, как всегда, без названия. Экстрасенс Маша против экстрасенса Петей. И у пособ против кондуктора не хотят отдать тому мелочь. Чита Харкотина скромно замёрзла. Разговаривать без матов неприлично в дудном месте. Придётся вызывать злого ОМОНовца, а он больше, чем ты, хочет есть. Дом у него жена и дети, один штука. И дом он добрый. Телевизор, компьютер, скоро будет айфон. И часу совсем мало надо нормальному человеку. Так что нечего тут выделаться. Иди отдохни. И ещё отдохни. И ещё. Рабочий день с 8 до 5 и уже завтра. Будь готовым. Ну, прошу прощения. Нормально, молодец. Молодец. Я уеду отсюда на новом троейбусе. Буду ехать на нём, проводов сколько хватит. Пищаться и пояснижать на парусном воду. И не к поколебимостью вида травмировать окружающих. И не отсохнут у нас роги. И не сотрутся наши колёса. И напряжение не приведётся. И цепь покороткой не замкнётся в системе управления. Где всё так уязвимо. Мы с тобой ездим по кругу. Ты по-маленькому, я по-большому. Только одно нам надо. Единственное. Чтобы что-то нас щекотало. А мы катились, шатались и пели. Сал, давайте так. Если он вам надоел, мы его зааплодируем. Да, право. Молодые килобайты. Настоящих, серьёзных каких-то там выводов. Упременные файлы. Возьми бумагу. Мир праху вашему, нолики и единички. Никогда не знавшие воли в недрах мощных нанотранзисторов. Будьте же свободными электронами человеческого разума. И ломай ещё диск. Остальные на завтра. Раз. Давай, давай, веселись. Два. Раз, скажи, тридцать и уходишь. Скорость жизни набей по рукам, набей по глазам, по рту, животу, по ушам и по задницам. Не забыли, приказали жить как все. Ставили на второй срок на прошлом виске эволюции. Устрелений на детстве желаний, возможностей, способностей, уверенности и самооценки. Да идите вы. Я всё ругаю. Браво! И последнее. Последнее, давай. Последнее, что-то сегодня... А, про счастье, я же обещал. Давай про счастье, давай. На том отрезке, о котором полушария не договорились, Куда не подпадает взгляд их однозначности и лучи света, куда не подпадают, Где задница больше эксперт и где шляпа вне будильника, Стоит начало желаний. Стоит, а потом парит. А потом болит голова, чего-то всё равно не хватает. Для счастья! Спасибо! Спасибо! Выходи. Фридрих Самотный. Андрей, ну что скажете? Как там, Фридрих? Ну, как перформанс. Как перформанс и флоу. Да, экзистенциальный клоунт. Экзистенциальный клоунт. Давай, быстрее. Не надо говорить «можно». Выходи и говори. Так. Вот микрофон есть. Да, давай. Вы знаете, я... Я Михаил Вейп. Представляю школу, линию, времени. Нет, линию, времени не надо. Это я себя. Да. Момент. Но я хочу сказать, что здесь много выступало. Но такой индивидуальности, такого своеобразия мы здесь ещё не видели. А это для поэзии очень важно. Это вы не видели, мы это видели. Нет, ну и на данный момент. Фридрих, хочешь, чтобы тебя кто-то обругал? Я могу устроить. Хочешь? Хорошо. Кто считает, что то, что прочитал Фридрих, полная фигня? Есть в таких зале? Идите сюда, выходите. Вот вы. Вы же подняли руку. Да, выходите. Видите, нашёлся человек. А я поспорю. Нет, без споров сейчас. Ты сказал своё мнение. Не будем балакан устраивать. Всё, Миша, пожалуйста. Ты можешь с тобой над этим говорить. Говорите. Я считаю, что это... Ну, ещё раз, да. Сергей. Мне кажется, что это полная фигня. Ну, конечно, человек старался. И менял голос. Что-то пытался сотворить. Но словесный помочь. И непонятно... Нет, я понимаю, что что-то хотел какую-то сделать образ. Но мне стыдно это слушать. Всё, спасибо. Вы как бы не врубились в эту иронию, да? У вас есть мнение, да? Говорите вы? Да. Микрофон говорите. Слышно, да? Да, точно. А вы знаете, вот если бы техники, технори могли бы писать стихи, это было бы что-то подобное. Это не стихотворение, это поток сознания. Вы знаете, вот что-то принесло... Так вам порадостей или нет? Нет. А, нет. Вот, вообще, только нашло. Стоп, теперь надо защищать. Подожди, мы тебя уже услышим. Не надо. Ну, говори быстро. Есть защиту... Но, вы знаете... Выйдите, пожалуйста. Такой тишины, когда он читал, я в зале ещё вот сегодня не слышал. Маша, как тебе вот это? Мне понравилось. Ну, так иди сюда, скажи почему. Иди сюда, пожалуйста. Оригинально, а этого не хватает. Чехол Камчатский, подойдите ближе к сцене сюда, пожалуйста. Я вас очень поражу. Маша, скажи, пожалуйста, мне тоже... Я безумно, мне нравится, как вы выступаете. Истики ваши. Очень, кстати, на мой взгляд, глубокий философский подтекст там есть. Паша, будь здесь. Только вот сядь, чтобы камера у тебя не заслоняла. Давай, Маша. Мне понравилось и такое, как бы, сочетание несочетаемого. То есть философия, достаточно глубокая философия, в таком ироническом, смешном ключе. Вот я смеялась, но тем не менее... Да, ну, доходи, доходи. У меня тоже такое было. Оригинально. И исполнение оригинальное. Вообще очень интересно. Да. Маша, как все рассказал. Паша, идите сюда. Выйдите, пожалуйста. Я вас спрошу на сцену. Выйдите. Не знаю, что Машу повторили. Нет, выйдите на сцену. Спасибо. Фридрих Самуновны. Спасибо. Фридрих Самуновны. И теперь, господа, тьмул Камчатский одно стихотворение. Опа. Э, э, опа. Паша, читай наизусть, что помнит. Я наизусть и помню. Не наизусть, но по бумажке. Тихо. Начинать. Да подожди ты. Да возьми бумажку, не мучайся. Хотя бумажки действительно возьму. Так, давайте. Берите бумажку. Быстрее только, пожалуйста. Дорогие друзья, вот тьмул Камчатский редко выступает в рамках нашего проекта, но когда выступает, он вроде всем нравится. Сейчас и проверим. Тьмул Камчатский. Жили-были один за другим, жили-были, будто не были. Что просили, вина ли, хлеб ли. Век пройдет, на воде круги. Можно я по-моему? Считай, считай. Может просто спросонья спля, спьянули, отбилили, отсуховели. Шли себе по дороге, гранули. Ворох дней по полям развеяли. Жизнь как сон, а все снится, чается. Травы росые, травы свежие, а проснешься, душа качается все по-снежному. И вот то, что я все-таки взял на всякий случай с собой. Двою лета медвежья в протоках влажных оставляет следы. И на дне случайно из домов ступенчатых, многоэтажных собирается город, где скрыта тайна, где ты бродишь и через какую, какие мосты столетий ты наводишь и через какую реку этот город зверинец. Но в эти клети не попасть ни зверю, ни человеку, потому что в высотах глубинных выше этих рек и домов и всего иного, ворох звездного снега на наши крыши, высыпает луна из окна земного, и не слышно и звука, и ясно сразу, как тоскливо на дне, как темно и мрачно, не спустится в полночь небес прозрачных даже звездному водолаз. Спасибо. 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 Тимул Камчатский. Небес не удалось. Так называется? Спасибо. А, хочешь, чтобы тебя обругать? Да, конечно, обругайте. Андреич, что ты скажешь про Андреича? Про Андреича. Ой, про Тимул Камчатского. А, есть что сказать? Выходи, выходи. Ну, не надо. Сам себя обругать будешь? Выходи, давайте. Сейчас мы обругаем. Сам себя. А я не хочу, Паша, обругать. Второе стихотворение твоего лета Медвежий понравилось. У него есть какая-то тайна ощутимая на слух. И луна высыпает из окна земного. Есть какие-то строчки, которые завораживают. Этого бы и хотелось от поэзии. Ну, а вообще надо посмотреть глазами. Интересный текст. Ну, первый мне не понравился. Это просто... А первый не понравился? Почему? Это просто какая-то считалочка. Это просто ученическое задание первого текста. Мули, мули. Ну что, Миша, ну давай выходи. Вот теперь вы будете выходить. Миша, сейчас опять то же самое скажу. Спасибо, Андрей. Мне тоже самое абсолютно. Хорошо, давай. Я хочу сказать, что Андрюша обругал первое стихотворение Пашина. А я считаю, что по звукописи это гениальное стихотворение. Такое мнение. Спасибо. Спасибо. Ладно, дорогие друзья, мы продолжаем нашу основную программу. Уже завершаем потихонечку. Влада Королёва, да? И Женя, тебе сейчас петличку подвесит после Влада сразу. Выходите, выходите, Влада. Приготовьтесь, ребята, ладно? На платформе «С» в городе М пусто. И даже не знаю, радоваться или грустить. Кто-то скажет, людей не пусто. Кто-то будет на ночь и глаза кривить. Кто подумает, мне это дело. Пусть живут в своём спичечном коробке. А меня это всё задело. Будто отнущие по щеке. Жизнью призрачной, многолюдной, Изменяющих длинных лиц, Вдалеке от столицы блудных вдруг, Теряющих пень птиц. Будет воздух рассветом спорот. И вдали только синь и гладь. И я думаю, счастлив город, если некому уезжать. Столько много слов, и все не в попад. Ты как тот птицелов, что ловил на агат. Вроде сеть прочна, но приманки нет. А ей же не цена, чтоб ломать хребет. Ей кормить птенца не полетит в клеть, А в тебе птенца будет дальше плеть. И третий. У него реварверный взгляд, По хозяйски свинцовый, наглый. Будь он выжжен, забыт, трегляд, Не стереть его тени тяглые. Губы, пальцы, горячий лёд Обжигают и мысли плавят. Из груди из жара вышит гнёд. А глаза всё горят, бурают. Птицы вешни в глухом садке. И не вырваться, сжала лапку. Испугалась внутри зверюке. На тебя уже цап, царапку. Речи призерны и манки. В угол загнана, нет места. Мысли крутятся, как волочки. Западня, никуда не делся. Спасибо. На мой взгляд, зря ответственность я прочитал. Дальше, кто уходит? Не, не скажи. Андрей, что скажешь? Мне понравилась строка «Шоб ломать хребет». Ну, что-то понравилось. Мне, кстати, вот первые два очень рано. Третье, что-то оно как-то отличное у меня не пролетело. Ну, спасибо. Вы первые. У вас дебют в нашем проекте, да? Ладно, не будем вас ругать. Влада Королева. Спасибо. Господа. Возьмите Сужин, пожалуйста. Стихотворение посвящается светлой памяти Марины Цветаевой и ее супруга Сергея Фрона. Осенним бархатом укрылась вся земля. И тополя склонили ветви низко. И десять лет без права переписки, Как десять зим терзающих поля. И тишина, как лунность вдалеке. Вот сколько раз в твоей тишине звенящей И о том, что он любим, Рукой дрожащей Писала ты на астыдной доске. И, видя, как состарится земля, Застынешь ты, подобно обелиску. И десять лет без права переписки Обнимет осень, словно тополя. Старое стихотворение. Попробуй стой микрофон. Просто пробуй. Вот. Нормально? Ветер треплет октябрьский сон, Как уставшая кончая. И агата воебором ждали, Одиноко кружит. Свосенний рассказ на перроне Пустынном окончая. Скоро поезд прибудет на станцию. Все не забыть. Скоро поезд придет. Донжиановский гость, Запоздалая, Поболока откутает стены Прощального зала. Я, укрываясь от ветра, Пальто подниму воротник. На скамейке пылящейся сяду, Как будто старик. Скоро поезд придет. И мчится на тихую станцию, Где не буду тревожить, Как прежде, сонеты и станции. Там поет, как ребенку, Вокзал в пустом метель. Там, седая, как жемчуг, Уже проросла от сады. Ну а здесь никого, Только рельсы от бега усталые. И ложатся осенние слезы, Листы пятипалые. Вот пришел. Я стою, и как будто, Заметив мой взгляд, Мне на встречу выходит старик, Пелено объят. И уносится вдали мой поезд, Уставшая гончая. Свой осенний рассказ На перроне пустынном окончая. Мне протянет в хорон проводник Мой помятый билет. И уснется спину Вокзал нерастраченных летом. Спасибо. Браво. Спасибо. Евгений Зунов. Женя, не будем тебя ругать. А, есть какое-то мнение? Андрей, что скажешь? Мне и не понравилось. А мне понравилось. А кому и понравилось? Ну, теорически, но общие места. Ну, я понял. Хорошо. Есть? Наталья, Наташа Андреева. Вам понравилось стихотворение Евгения Зуновна? Да. Идите сюда. Выйдите. Нам в кадре нужны красивые женщины все равно. Давайте быстрее только. Вы так все время долго выходите. Женя, куда ты ушел? Иди сюда, в микрофон. Чем понравилось? Микрофон, говори. Понравилось настроением. Оно создало в зал, действительно, молчал, и в зал слушал. И это состояние такого тумана левского утреннего. Состояние завороженности. Да, конечно. Женщина впечатлена. К этому я и приму. Не в смысле, чтобы женщина впечатлить. А чтобы действительно... Нормально, женщины впечатлить. А что еще не сойти? Чтобы создалось какое-то такое, ну, туманное, возможно, такое настроение. Спасибо, Евгений Зунов, а вот и не уходи. Спасибо, Женя. Нет, давайте без бумажки и стихотворения с вас. Наталья Андреевна. Здесь такие мальчики, за которыми воздух жжется, у которых скулы и звонкого серебра кость. И собранный взгляд хоть забивай гвоздь в эпицентр лба, над которым прячь, чтобы было над чем стоять и чего воспрять, на кого смотреть. Такие мальчики, у которых скулы и зыбучий песок. Только прикоснись, соберись. А потом снятся в зыбучем сне, заботливом серебре. Лисьи промыки их, нетронутая нутро, а в легкие забиваются, захлебываются лбасом. Этих мальчиков искорки, впадинки, мочки ушей. И воздух, который над ними не бывает свежей. И пронзительнее кисть, качающая залив. И волос их прямо какой-то медно-медовый отлив под софитами маленьких сцен. Парапланом срывается звук и летит рикошетом от стен покасательно. Спасибо. Спасибо. Наталья Андреева, кстати, не будем, потому что вот так вот постоянно. Не будем вам сказать. Господа, Сергей Шерекин, вы готовы? Давайте, сцену занимайте. Приготовьтесь, Георгий Амартов, после Евгения Дьякова, потом вот наш гость, и Маша Агакова завершит. Пожалуйста, Сергей Шерекин. Маленькая история о Чеченской войне. Каким вы молитесь богам? Кого героями воспели? Кто лечит ваши сотни ран? Микрофон, пожалуйста. Душ, который истлелит. Вы поклоняетесь Христу распятому. Я тоже, наше право. Но вы забыли про солдат распятых на столбах, чеченскую войну, которые, как он, страдая, умирали на вражеских голгофах. Под ливнем пуль своих. Приказ стрелять! Товарищ капитан, они живые! Сейчас война, сынок, не время рассуждать. Закрыв глаза, нажмет боец курок, сквозь слезы извергаясь криком. Братам, прости! Приказ не мог! Услышит друг, как будто стало тихо. Сквозь грохот взрывов звенит протяжный стон Иисусов, стоящих в ряд у вражеских траншей. А у иконы мать стоит и молит об одном, чтоб сын вернулся живым и поскорей. Но мать не знает, что он уже святой, хотя ему от родов и девятнадцать. Распятый на столбе чеченскую войной под дикий шум вражеских оваций. Спасибо. Сергей Шекин, обсуждать не будем, потому что сам такую тему затронул. Спасибо. Был у меня случай в жизни, когда в шайбе университета в Петергофе, вот, Паша, ты нам помнишь, выступал поэт, тоже прочитал про чечню, но ужасное стихотворение. Я тогда сказал, ну его представили как именитого, я не буду имя называть. И я сказал, вам не стыдно, что такое сочинение? Сейчас я не могу такого сказать, поэтому, ну, спасибо, Сергей поделился с вами. Вот то, что мы сейчас услышали. И, пожалуйста, кто следующий? Я же называл. Георгий Амартов. Пожалуйста. Здравствуйте. Сюда. Ага. Сюда. А я сегодня даже не знаю, от лица кого прочитаю. Один стих. Да, один стих всего называется «Нога». Ну, как бы фотографию посмотрю. В веселье я смотрю на фото. Горизонтально и долга. Между дел двуногих от кого-то торчит одна всего нога. Заботлива рука отдела ее ботинок и носок. Так плод до времени созрелый. Не ждет, пока настанет срок. Кипит, горит и быстро гаснет. А завтра где же ты, нога? Что мозг тебе прикажет властный? Где мнешь ты вешние луга? Без мозга ты на этом фото. Смела, наивно, весела. И в свою пятку, как в ворота, душа из тела перешла. И сердце вслед за ней стучится. В бездушном теле не желает бить. Весь организм к ноге стремится. Нога ведь тоже хочет жить. Георгий Амартов. Что-то в фильме было, что-то. Все слышали. Нет, нет, это оригинально. А, Андреичу ему понравился, конечно. Он может... Что? Давай, давай. Давай, давай. Георгий Амартов. Большая перспектива автора. Георгий Амартов. Георгий Амартов может распевать всю часть тела и внутренние органы. Деятельность у него будет бесконечной. И в этом стихотворении был явный постмодернизм. Потому что, напоминаю, в Евгении Онегине есть такие строки. Ах, ножки, ножки, где вы ныне? Где мнёте нежные цветы? Вторую строку он повторил почти дословно. То есть постмодернизм на лицо. Ну, я. Ну, похвалю. А я-то и не хотел ругать. Ну, дело в том, что, вы понимаете, вот, человек может быть супергениальным и талантливым. А иногда вот одно стихотворение взять и какую-нибудь фигню сочинить. Это не про это стихотворение. Это специально провокацию. Что? Не дам. Пожалуйста, Евгений Диаков. Не дам, потому что надо заявляться заранее. А не так вот приходить и говорить, дайте выступить, дайте выступить. Это Георгий мне так не говорил. Это его друзья мне говорили. Георгий, естественно, мне так не сказал. Евгений Диаков. Это программа, программа. Это уже программа. Добрый вечер. Меня зовут Евгений Диаков. Я представляю политическую школу «Линии времени» в Петербурге. Словно художник кистью Размазал закат по улицам, Мазками взъерошил листья Пятна домов с сут улицами Синий, жёлтый, Спешащий создать толкотню, Может быть, тощий Извините. Другой стихотворение. Коломна, маленький Париж, Приобретений и утрат, И над коломной до утра Ты чёрным вороном Париж, Пугая сонных голубей. Ты не живой, но я не мёртвый И не гожусь тебе в подмётки. Тебя, наверное, глупей С усальным золотом на гладь Каналов свет фонарный ляжет, И купола Никольских фляжек Для света лунного фонарь. Я помню точно наизусть Квадрат окна, Квадрат пространства, Иудаизм и протестантство Под боком дарят только Грусть, коломна, Маленький Тибет, Наверно, здесь своя любовь, Наверно, здесь, Вокруг любой стихи Придумает тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ Здорово! Давайте аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Неожиданно. Взял вот так вот. И обычно, Я просто к такой раз пришёл, Женя обычно читал такие Обличающие социальные стихи, Тоже здорово, Но он всегда читал Петербург! Уничтожим все, что у нас есть! Имеется в виду, наоборот, как бы, Возродил. Жить в нём очень плохо всем. А сейчас, как бы, наоборот. Что, Андрей, тебе не понравилось стихи? Мне? Да. Говорите честно. Если честно, мне показалось, Что поэт в данном стихе Напирал на рифму очень сильно. И напор на рифму... А это уже школа... Дело в том, что Должно быть тогда Баланс между рифмовкой И всем остальным текстом. А у него как-то выпирают рифмы. Тибет, утра, утра. Протестанство, пространство. И, между прочим, Тогда протестанство, зачем здесь? Ясно. Миш, вы это обсудите, да? Вы, естественно. Зал... Короче, это был Евгений Дьяковов. Евгений Дьяковов! Спасибо. И сейчас вот наш гость Владимир Панкрас Прочитает одно из стихотворений. Даже я вот делаю акцент. Прочитает. Я не знаю, как он его исполнит. Может быть, прочитает. Может быть, вспомнит. Пожалуйста. Ну, как договаривались, да? Пожалуйста. И представьтесь, кто вы. Зовут меня Владимир Панкрас. Вообще-то я спонтанно здесь... Я спонтанно здесь возник. В общем, я не знал, что здесь продуманная программа такая. Вот. И, в общем, на сцене я благодаря великодушию Владимира Анатольевна. Здесь еще микрофон лежит. Вот. Значит, ситуация без названия. Когда ты рядом, некуда спешить. Когда глядишь со своего обрыва И говоришь, что ты не хочешь жить, Все это слишком грустно и красиво. И лучше, если в поном страстным ночь И вековой сквозняк в забытом сквере. И лучше, если я тебе не верю И нет во мне желания помочь. И не мешают ни тоска, ни страсти Следить, как ночь твой оттеняет лик, Как взгляд соединяется с пространством Чужого неба и чужой земли. Как дерево слепое за тобою Тяжелой веткой будто отлежало. Напрасно ищет, близко ли другое. Как формой губ владеет содержание Слов дальних между страхом и обманом, Оставшихся от нежилого дня. Любимый кадр, ты в кадре крупным планом, В котором нет и не было меня. Спасибо. Спасибо. Владимир Панкрас. Вы давно в стихе пишите. Как у вас литературная судьба есть? Ну идите сюда. Нам же интересно. Пришел человек. В микрофон говорите, пожалуйста. Особой литературной судьбы у меня нет. Давно пишет? А пишу очень давно. А кто вам посоветовал прийти сюда? Дело в том, что просто, так сказать, знакомо. Во-первых, я видел вас в интернете. Ага. Что вы подаете? Культуру речи. Хорошо. Секунду. Не уходите. Господа, мы Владимира Панкраса в проект берем. Аплодисментами решаем. Владимир Панкрас. Все. Будет проект, будем сотрудничать. Спасибо. И, дорогие друзья, вот сейчас завершает первое отделение. Мария Агакова. После этого у нас будет перерыв. И Арчик. Арчик. И полностью нам заполнит вечер своим творчеством. Мария Агакова, пожалуйста. Добрый вечер. Завершая первое отделение и в предвкушении прекрасного второго, я прочитаю не стихотворение, а такую мозаику из своих строчек. В рукоплесканье бурных ораторий, в безумии заупокоенных арий, такой неотвратимый крематорий, такой необратимый колумбарий. На этом пустыре, кого ты ищешь? Кто здесь, тебе невидимый товарищ? Здесь, на забытом богом пепелище, здесь, в разноцветном облаке, пожарище. Его больничные околдовали стены, он спит от бесконечного укола. Его обняли радужные вены и пятьдесят таблеток диметрола. Не сыпь на холмик черную землицу, оставь его живым на поле боя. Люби туман, заоблачную птицу, любой цветок и дерево, любое. Ступай! Бог так любил под шум балов и блюзов, в хмельном кругу Венер и Аполлонов, стальную силу тройственных союзов и запашок тройных одеколонов. Не от того ли в рукопашной схватке за нежную любовь и солидарность в кружении вальсов безнадежно сладких так поражает истовая парность? Раскладиться пора и распрощаться, но пальцы рук увязли в паутине. Открой глаза, не время причащаться! Усатый поп уехал к Валентине. Чего ты ждешь в припадке малярии? Как в лихорадке траурного марша От счастья заболевшая Мария От горя обезумевшая Маша Тебя зовут стальные барабаны А здесь твой друг оставил отпечатки Проверь пакеты, выверни карманы И не забудь подарок и перчатки. Вступай! Раскинули правдивые картишки Прямой обряд крещений и причастий Кто выдумал порвать меня на вспышки? Кто изобрел делить меня на части? Плоды воображения больного Бесплодность разума, который не излечен. Я знаю, после каждого второго Я бесконечный, нечет. Мне снился рай И в рае было море И в море рыбы с бронзовым хвостом И блеск русалок в розовом миноре И добрый царь с короной и перстом И голос пел, и тишина звенела И зелень волок прозрачных, как душа Окутывала ласковое тело Как мама пеленает малыша И не спеша тянулись расстояния И небо было пряным, как буши Брели по морю милые создания Без шума, без забот Душа к душе Спасибо Дорогие друзья, кому понравилась Мария Агапова Возьми в руки, я сказал Эта книга Мария Агапова 350 рублей стоит Покупите у нее книгу Она подойдет, вот там она сидит Иди Нет, я не прошу, я просто приехала Я приказываю, пожалуйста И у нас Ирина Ульянова одно стихотворение завершает На будущее Ира просто была неактивной Сидела там, болтала Вот и мимо пролетела Не надо здесь скромным быть Скромный не участвуй в моем проекте, если скромный Ирина Ульянова, одно стихотворение В этом невидящем небо городе Странные ходят теперь прохожие Будто застряли в каком-то омуте Чем-то неважным они стревожены В городе в принципе все в порядке В целом за город я поручаюсь Даже серьезные неполадки Сильно картину не обращают Город имеет лицо и небо Небо влюбленное в этот город Золотом шпили мерцает крепость Золотом блещут дворцы собора Улицы знают немало песен Улицы словно живые дышат Их полусунок бывает тесен Повод давай подняться выше К небу Но в небо не смотрят люди Люди ведя с каждым годом речь Люди считают в другой валюте Людям важнее другие вещи Вещи, предметы теперь важнее Деньги как способ их получения Будто в подмогу хмельному змею Деньги доводят до опьянения Деньги дают положение, статус Определяют порою личность Четко набитым за годы глазом Мы отмечаем их педантично Мы забываем смотреть на лица Вещи считаются книги даже Книгами делают нынче бизнес Смысла превыше объем продажи Небо выходит не видит город Если на небо никто не смотрит Невский гудит, как огромный провод Невский, увы, большинством не понят Невский запомнил немало песен Только с годами все глуше дышит Невский становится слишком тесен Повод давай подняться выше Умельцы Спасибо Ирина Ульянова Аплодисменты сказали сами за себя Глубец Вот Господа Перерыв А что хотите обсуждать? Обсуждение что ли? Не надо Хватит Понятно, что учитель Который будет говорить, что он молодец Я тоже согласен, что молодец Господа Перерыв Десять минут И уважаемого дорогого Арчета Проэта Здесь он сам будет делать Я не буду солировать То есть я это самое Я лупитарюсь И ни разу на сцену даже не выйду Все делает Арчет сам Все, спасибо Пошел в перерыве со всеми целеваться Да Ужаслый Ужаслый